Здравствуйте, дорогие подписчики, гости моего канала. Меня зовут Сапега Павел Эдуардович. Я врач, невролог, устойопат, психотерапевт. Возрождаю и применяю естественные методики восстановления здоровья. И в последнее время помогаю женщинам справиться с гинекологическими, с эндокринными, с нервно-психологическими расстройствами в их интересной, счастливой, здоровой и долгой жизни. И сегодня в этом интересном видео я расскажу о ВПЧ, о вирусе папиллома человека. Меня часто спрашивают и в соцсетях, на канале в YouTube, как лечить ВПЧ, как избавиться от этого непонятного вируса. Но вы понимаете, в чем дело? Лечить-то его не нужно. Дело в том, что во всем мире более-менее осознанные врачи, которые умеют думать, не занимаются лечением вируса папиллома человека. Не занимаются. И не потому, что они не хотят этого делать. Нет. А потому что, внимание, эффективного лечения этого вируса не существует. Нет никакой волшебной таблетки, укола, нет ни ректальных, ни вагинальных свечей, которые могли бы вас избавить от него. Этого нет. Любое лечение – это простая маркетинговая схема по продаже препаратов для якобы лечения этого вируса. И лечения нет. Вы понимаете, интересная ситуация в республиках бывшего Советского Союза почему-то есть лечение. Есть и таблетки, и уколы, и свечи во все места. Странно, да? А ничего странного. Ничего странного, потому что это обычный бизнес. Вам нужно что-то продать. И продать то, что неэффективно или наносит откровенный вред. Например, гормональные контрацептивы, которые применяют для лечения. На какие только маркетинговые уловки не идут фармацевтические компании, продавая вам свои инновационные препараты, которые спасут бедных женщин от рака из-за ВПЧ, от бесплодия и прочего. А врачей и фармацевтов, фармакологов – от бедности. Этим вирусом запугивает всех женщин, особенно молодых, особенно очень доверчивых. Обычно говорят прямо – если вы не будете лечиться, то умрете от рака. Это ложь. Вы понимаете, каким бредом запугивают бедных женщин? Тема ВПЧ всегда в топе. Вместе с темой про эрозию шейки матки, про миому матки, про эндометриоз, про бесплодие и сохраняющую терапию. Но ВПЧ на высшем уровне. И знаете почему? Потому что этот вирус имеет 90% женщин и мужчин. Вы понимаете, что это огромная цифра. 9 из 10 имеют этот вирус в организме. А через время – 10 из 10. То есть, у многих женщин в какой-то период ее жизни, возможно, был найден вирус папиллом у человека, и почти каждая из них была в поиске информации по этой проблеме, по этому вопросу. Запуганные, запутанные, вы сидите в интернете и в какой-то момент практически хороните себя заживо, потому что найти адекватную информацию и у врачей, и в поликлиниках, и в интернете практически невозможно. У меня была хорошая одна пациентка, женщина, которая, даже девушка, она смотрит мои видео, была на консультации на несколько раз, и она знает, что этот вирус лечить не нужно. Но когда у нее его обнаружили, и врач сказала, что хотя эффективного лечения не существует, но уколы вот именно этого препарата помогут ей снизить вирусную нагрузку, и ее иммунитет быстрее справится с вирусом, и ей поможет это. И знаете что, она согласилась. Вы понимаете, какое оболвание у нее происходит? Да, она запаниковала, врач ее испугала, запугала. Девушка запаниковала, потеряла здравый смысл, убойной химии пролечила и себя, и мужа, заплатила много денег и спустя 6 месяцев записалась ко мне на консультацию снова, потому что вирусная нагрузка не падала. И тот врач предложил ей еще один, еще более токсичный противовирусный курс химии, а после него хирургическое лечение шейки матки. Хотя никаких симптомов не было, никаких проявлений дисплазии не было, был только страх, вернее страшные мысли, которые отражались на ее молодом теле. Скажу, скажу, что сейчас у нее все хорошо. С помощью небольших изменений в жизни она повысила иммунитет и сейчас ее шейки матки и ее здоровью и мужа здоровью всего организма ничего не угрожает. Дорогие женщины, если я говорю, что ВПЧ не лечится, то это значит, что он не лечится, что никаких лекарств для лечения этого вируса нет и вообще принимать не нужно. Теперь давайте немного расскажу о самом ВПЧ. Как и все вирусы, вирус папиллома человека проникает внутрь клетки, там он становится хозяином и использует ресурсы клетки для размножения. Далее заражаются он делится и заражаются соседние клетки. Существует более 150 типов вируса папиллом у человека. Около 40 из них поражают именно половые органы у мужчин и женщин и попадают туда, вирус попадает туда во время вагинального, анального или орального секса. При этом можно заразиться ВПЧ, даже если у вас не было полового контакта, а был тесный телесный контакт. Кожа, кожа. Каковы признаки и симптомы инфекции ВПЧ? Как и многие другие инфекции, которые передаются половым путем, ВПЧ-инфекция протекает бессимптомно. Вообще бессимптомно. Вы не знаете, что инфицированы, вы вообще за всю жизнь можете и не узнать об этом, что ВПЧ вирус папиллома человека когда-то был в вашем организме. Потому что после заражения через некоторое время вирус исчезает самостоятельно, без какого-то либо лечения. Самостоятельно, без лечения, благодаря работе в вашей иммунной системе. Какие заболевания вызывает ВПЧ? Около 10 типов ВПЧ вызывают рост генитальных кандилом. Кандиломы вызваны таким типом вирус папиллом у человека, который низко онкогенный. Это те виды вируса, которые не вызывают раковые заболевания. Чаще всего генитальные кандиломы вызваны шестым и одиннадцатым типом ВПЧ. Если у вас есть или появились кандиломы, вам не нужно срочно бежать платить деньги, сдавать анализы на ВПЧ и искать, как лечить. Не нужно, не нужно заниматься этой чепухой. Понимаете? Генитальные кандиломы могут появляться в области наружных половых органов, во влагалище, на половом члене у мужчин. Они могут быть вокруг анального отверстия, могут быть на шейке матки, на всей вулеве. И генитальные кандиломы, запомните, это не рак. Это не рак. И в рак они никогда не превращаются. Никогда. И кандиломы удаляются с помощью хирургии или с помощью местного использования медикаментов. Удаляются только если их очень много, или если они доставляют вам физический или психологический дискомфорт. И все. Теперь пару слов скажу о онкологии, онкологических заболеваниях из-за ВПЧ. И по меньшей мере 13 типов ВПЧ связаны с раком шейки матки, раком ануса, влагалища, рта и глотки, пениса еще. Это высокоонкогенные типы в ВПЧ. Чаще всего это 16 и 18 тип. Если выявили ВПЧ высоко- или низкоонкогенного типа, значит ли это, что у меня обязательно будет рак или кандиломы? Если выявили ВПЧ высоко- или низкоонкогенного типа, значит ли это, что у меня обязательно будет рак или кандиломы? Нет. Потому что у абсолютного большинства людей, более чем у 90%, иммунная система успешно справляется с инфекцией ВПЧ и навсегда избавляет вас от него. Что произойдет, если иммунная система не справится с ВПЧ-инфекцией? Значит, с моим иммунитетом что-то не так? Надо его поднять. А что произойдет, если иммунная система не справится с ВПЧ-инфекцией? Значит, с моим иммунитетом что-то не так? Значит, нужно его поднять. Так, что ли? Да, так. Дорогие мои женщины, очистите свой ум от этих мифов о поднятии иммунитета чудодейственными лекарствами, уколами, таблетками. Не вмешивайтесь в иммунную систему. Эта система, она одна из самых сложных и не очень хорошо, даже плохо изученных систем нашего организма. Во вмешательствах в иммунную систему нуждаются только люди с первичным или вторичным иммунодефицитом. То есть, это ВИЧ-инфицированные или врожденный иммунодефицит и прочее. Но никак не человек, у которого есть не исчезающая по анализам ВПЧ-инфекция. Понимаете? Активная ВПЧ-инфекция высокоонкогенного типа может привести к тому, что клетки потеряют свое нормальное строение и возникнет дисплазия шейки матки. Но по своему опыту работы с женщинами скажу, что для того, чтобы возникла эта дисплазия, нужно очень много других факторов. Очень много других факторов. Особенно психологического характера. Особенно затяжной стресс. Жизненная неустроенность. Безнадежность. Давайте пару слов скажу про беременность с ВПЧ. Если у вас есть в организме вирус папиллом у человека, вы можете спокойно беременеть и рожать здоровых детей. Никакое лечение не требуется. Для ребенка ВПЧ не представляет никакой опасности. Ни-ка-кой. Одним словом, ваша беременность протекает сама по себе. Независимо от того, есть в организме ВПЧ на сегодняшний день или нет. Наслаждайтесь этим коротким периодом и избавьте себя от пустых волнений. Хватит волноваться. Хватит. Вам нужно быть здоровой. В заключение я скажу. Если у вас обнаружили ВПЧ, то никакими уколами, никакими таблетками его лечить не нужно. Нужно повышать свой иммунитет изменениями в образе жизни и мышлении. То есть изменить питание, добавить физической активности, изменить модель испобедения, не менять половых партнеров, начать применять специальные медитативные практики, которые делают вас спокойнее, расслабленнее, а значит повышают ваш иммунитет. Все это в комплексе, во всем комплексе. И есть волшебная таблетка для лечения ВПЧ и любых других болезней, для профилактики возникновения рака и дисплазии шейки матки, если есть ВПЧ. Не уколы гордосила, которые искалечили жизнь многих девушек, а конкретные ваши действия, от которых появляется, повышается ваш иммунитет, ваша осознанность и ваше здоровье. Я делаю простой, но очень эффективный курс по природному лечению вируса папиллома человека у женщин. Возможно, он уже есть. Посмотрите на моем сайте. Напоследок скажу, запомните, ВПЧ никак не влияет на течение беременности, не приводит к бесплодию и он не опасен для плода. При наличии ВПЧ генитальных кандилом можно беременеть и рожать самостоятельно. МО-ЖНА. Благодарю, что посмотрели до конца это хорошее видео. Я надеюсь, очень надеюсь всем сердцем, что вы меня услышали. Я уверен, очень уверен, что вы сможете повысить свой иммунитет и выгнать ВПЧ из своего тела, из своего сознания. Я вам в этом помогу. Подписывайтесь на канал. Мне очень приятно, когда вы подписываетесь. Я желаю вам счастья в вашей интересной, долгой, здоровой и благополучной жизни. Спасибо. 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 Спасибо.